Возможности в миссиях и деятельности будет достаточно, чтобы по сути личной жизни. Я считаю, что это прямое нарушение профессиональных прав и свободы личности. Ватяна, скажите, о какой конкретности вы чувствуете? Какие взгляды у вас? Бочная жизнь в сознании Кришна. Но никаких своих религиозаградов я не рассказывал. Лекция была философская, я рассказывал о йоге. Поэтому настоящим поводом для моего впечатления явилось то, что заявителю показалось, что я буду проповедовать. Причем сам заявитель не был на лекции и сам не слышал ему лекции. Он написал заявление до лекции. Сам он не просутствовал. Поэтому подлинная причина разбирательства послужила только то, что ему не понравились мои религиозаграды. А вы знаете эту заявление? Нет, лично я его не знаю. Лично я его не знаю. Я знаком с его заявлением, но лично я никогда с ним не сталкивался. Ничего не известно? О нём мне лично ничего не известно. Никаких конфликтов у нас не было. Я думаю, что это кто-то из радикалов, сторонников религиозного православного государства. Может быть. И сторонников запрета всего индуистского, всего, что кажется ему непонятным в его стране. Я думаю, что вы не думаете, что это делаете? Может, Павел что-то сейчас? Они же тоже, что страна Россия. А другу хочется на другу. Это что они тоже? Я думаю, что это такое. А когда они отношения? Я множество раз писал, что это было. Я думаю, что это было. А когда они отношения? Я думаю, что это не возникало. Поэтому я был очень удивлён и поражён всем, кто заплачал все от нас. Никто этого не ждал. Никто этого не ждал. Никто из моих слушателей. Никто из собрались не ждал, что всё это случится. Я был предупреждён заранее. Я знал заранее о том, что принято поправку, на глаз в воде совести. И я намеренно предупредил организаторам этого мероприятия, что моя лекция будет носить светский характер. Я буду рассказывать не о религии, а о философии юги, о джене в начальных текстах, которые изучаются студентами востоковедческих факультетов, религиоведами и которые давно считаются частью российской культуры. Это перевод по Хабхазу, на который я опирался югероскопадемическим изданием. И издан по другому. И издан, я не помню точно, в формулировке артистской хедемии наук. Я использовал также труды Мерчи Ильяна, известного философа румынского космосащения. Это классика религиеведения. Я использовал труды Сарай Файерда Кришина. Это классика индийской философии. Его труды имеются во всех крупных библиотеках. И это главный философии везде, где она не будет подаваться. Фактически, то, что я говорил людям, было содержанием начального курса художественной философии, который можно было бы прочесть где-нибудь на логическом или логическом факультете. И если меня судят за это, то это открывает широкие возможности судить за любое подобное мероприятие. и за любую лекцию мысли философии, и за любое занятие диополем, можно просто пробовать просто осудить. Или астрологи, или аюрведы, только за сам факт того, что человек этим занимается, это уже для кого-то повод осудить его за это, и обвинить его в правонарушение. Я считаю, что это незаконно, и что в данном случае закон используется некорректно, не в целях, для которых он был составлен, не в целях защиты от экстремизма, а наоборот, для оправдания экстремизма и оправдания решения людей по лекарным признакам. Дмитрий, а можно вопрос? До возбуждения отношений у вас административного дела за правомерное миссионерство, вы ранее обращали внимание на наступление на гражданские политические права и свободы Российской Федерации? Да, такие случаи были, они хорошо известны, и как раз параллельно со мной было дело православного прокажа, гражданин от Индии, отец которого занимался йогой, который преподавал в своем центре детской культуры, и которого только за это публично оскорбили в телепередаче и назвали его субстантов. Назвали тот, кто делает тоталитарной сектой, и иллюзии представители антипокетской организации пытались незаконно проникнуть на территорию его центра, и когда им не позволили, это не нужно сделать, он написал жалобу в администрацию президента, и сам президент смотрел его жалобу, и мы ждем также окончание этого дела. В Твери было важно дело только за то, что верующие люди проводили индийские фестива, они не проповедовали свои веры, они просто пели мантры, они просто раздавали ветеранские вращения, это была часть, это традиционная часть индийской культуры. Любой праздник индийский происходит, и выключаются какие-то элементы. Я был на острове праздников, они всегда отправляются раздачей ветеранской пищи, пением, индийским танцем, и подобные фестивали происходили в нашей стране много лет. И судей только отдал участие, я говорю, что мы здесь на фестивале, и обвинять за это людей право нарушения, я считаю абсолютно неправомерным и противоречивающим фестивизм. Тут нигде места, что ли, нету? Все остальные рассеяния. Вперед пройдите, будьте добры. Естественно, я не считаю, что я молчусь с первым отломным, наоборот, все-таки тут очень занимаюсь, йога – это прекрасная система, которая улучшит разъединенных в России, которая улучшает здоровье человека, его нравственное состояние, и также его духовное составляющие. Поэтому, созванетая йога – по ней достаточно только благо, что мы в обществе, они все-таки ничего не дадят, ничего не дадят законам, наоборот, они помогают бороться с порогами, помогают отказаться от наркотиков, от человеческой независимости, развить себе инстинект, нравственное начало, и также идти живет в духовное сообщество. Дмитрий, а правильно я Вас понял, что пока это не коснулось тех, кто занимается йогой, я имею ввиду репрессии со стороны государства, у Вас эта проблематика именно на степени в России. Нет, она меня волнует, как гражданин России. Я всегда подписывал в инстинкетах, я не участвовал в инстинкетах сам, но я выражал поддержку. Я выражал поддержку в соцсетях, и меня беспокоит состояние государственного общества, меня беспокоит дело Вильдара Дазина, и это самое громкое дело, в последнее время. У меня волнует во всём все равно беспокоит на гражданской свободе, потому что я не переживаю в большей степени религиозной сферы, я переживаю на обновительный факт нарушение права целого вероисповедания в России. Когда кого-то судят только за то, что он житель сам, когда кого-то судят, собирают сжигать священные книги, только за то, что на них нет маркировки какой-то организации по владельцу. И считаю это абсурдным, и считаю применение доказательств о таких подобных целях совершенно не допустим. Закон должен применяться в целях защиты граждан от экстремизма и от перелегивых к синоконке, а не оправдывается в целом получившись на хобби, и в преследовании других только за то, что они проводят какую-то другую веру. А какой вы понимаете аспект ограничения свободы союза атеистов? Считаю, что это не правомерно, считаю, что каждый человек имеет право на своих собственных.